При каких значениях параметра А данная система имеет ровно 4 решения? Такие вот дела. Попробуйте решить задачу самостоятельно, тем более что у нас была похожая в 94-м ролике, а уж затем смотрите разбор. У вас есть полминуты, чтобы кликнуть паузу и справиться с этим монстром, пока я сообщу прочие детали. Если это видео наберет 250 благословений в виде вашего большого пальца вверх, я обязательно разберу какую-нибудь еще убойную задачу. Главное, напишите в комментариях, какая тема вам интересней. Конкретно нынешняя задача на самом деле не сложная, хотя и выглядит громоздко. Ну, то есть, на ютубе труднее я не встречал, однако она чисто техническая и досталась в свое время абитурентам мехмата МГУ. Кстати, на канале есть еще несколько сочных задач с параметром, очень красивые, разобранные в 103-м и 104-м роликах. Еще действительно трудный и интересный номер попался в 97-м видео, ссылочки оставлю в описании. Ну что, поехали! Итак, начнем с самого трудного. Перепишем всю нашу систему без ошибок. А дальше попробуем положить вторую строчку на минус 2 и прибавить ее к первой. Спрашивается, зачем оно нужно? Да за тем, что тангенсы пропадут и утащат за собой параметры а. Кто знает, может быть, это прояснит ситуацию. Уравнение получаем вот какое. cos²πxu минус 2 cosπxu. Потом коэффициентики плюс 3 минус 2. Это 1 sin²πx. Дальше 4 sin²πy минус 3 sin²πy. Это, кто бы мог подумать, 1 sin²πy. Добавим еще единичку, тангенсы уберем долой, и все это дело равно нулю. Так, ну и что у нас тут с вами получается? А, не иначе как мечта любого нормального восьмиклассника, а именно квадрат разности. Смотрите, здесь есть cos² минус 2 cos и еще плюс единичка. Давайте же запишем сие достижения человеческой мысли и заметим, что перед нами сумма трех квадратов, которая равна нулю. Мать честная, да как же это может быть? Ведь квадрат — это априори что-то неотрицательное. А, понятно, если каждый из квадратов будет равен нулю, то и сумма нолек. Запишем на радостях эти условия в одну систему. Ну и разберемся с ней. Чего тянуть-то? cosπxu должен быть единичкой, ну а синусы нулями. Напомню, что cos равен единицы в точках вида 2πn, где n — целое число, а синусы обнуляется в точках вида πn, где n все еще целочислено. Кстати, я буду использовать достаточно много разных, ну вот прям совсем разных, целых переменных, поэтому выпишу их все вот сюда и всякий раз докучать оговорками целочисленности не буду. Итак, с нашими аргументами все понятно. Давайте-ка разделим их на π, чтобы лучше уловить суть. Хм, получается, что хотя бы одно из чисел х или у четное, и в любом случае оба они целые. Запишу плоды нашего первого шага отдельно и, с вашего позволения, сотру преобразования. Мы уже все поняли про переменные, относительно которых решается система. Давайте же вторым шагом возьмемся за параметр. Для этого найденное значение x, y подставим, например, в первое уравнение. Получим 1-2 на 0, минус 3 на 0, еще минус 2, и плюс тангенс π на а равно 0. Думаю, вы все способны одолеть эти вычисления, так что я лишь отмечу, что тангенс равен 1. Напомню, что такое случается лишь раз в полкруга. Короче говоря, в точках вида π на 4 плюс πn. Приравняем наш аргумент к ним и найдем конкретные значения параметра a. 1,4 плюс k, где k целое число. Ага, эти значения дают решение первым двум строчкам системы. А вот что с третьей пока не ясно. Нужно прояснить, поехали! Начнем с того, что аргумент логарифма должен быть строго положительным. Здесь это единственное ограничение в системе. С тангенсом, например, все в порядке, при наших значениях a он существует и, может быть, даже мыслит. Есть еще кое-что. Одна вторая — это логариф √2 по основанию 2. В связи с этим для решения неравенства наш аргумент должен быть меньше или равен √2. Домножим наше двойное неравенство на минус единицу, показав тем самым свое превосходство над задачей. Знаки главное сменить не забудьте. Дальше предпочту получить оценку на сумму квадратов x и y. При этом единичку с синусом перекидываем как налево, так и направо. Можно, конечно, иначе, но для объяснений так будет удобней. Записав всю эту нечисть, разберемся с аргументом синуса. Мы же нашли кандидата в параметры a. Теперь, как центральный исполнительный комитет, нужно убрать лишних. Подставим значение a туда, куда и следовало бы его подставить. И поймем, что аргумент синуса — ничто иное, как pk на 4. Теперь самое время записать наше двойное неравенство по-человечески. Ну и понять, какие вообще значения может принимать синус. Пробежимся по целым значениям k, начав с нуля, и отметим соответствующие точки на тригонометре. Как по мне, выглядит симпатично. А вывод-то какой? В квадрате наш синус будет равен либо нулю, либо одной второй, либо единичке. Красота! Рассмотрим все эти три случая. Если наш аргумент принимает значение ps, то синус будет равен нулю. Не поленимся указать конкретные значения k, при которых такое бывает. И, конечно, запишем двойное неравенство с учетом того, что синус превращается в бублик. Далее вспоминайте, x и y целы. Мало того, кто-то из них четный, значит, у нашего неравенства есть лишь одно решение — 0,0. Не, ну так не пойдет, нам-то нужно ровно четыре решения. Беремся за второй случай. Если аргумент синуса пробегает значение π на 4 плюс ps пополам, то сам синус в квадрате будет равен одной второй. Вот и славно. Определим, при каких значениях k такое бывает. На всякий случай здесь я делю на π, затем умножаю на 4. И, как итог, k равно 2s плюс 1. Прокачанное двойное неравенство утверждает, что сумма квадратов x и y не меньше 3 минус корень из 2, но при этом строго меньше 3. Такс, подождите-ка, ребята, значит, у нас вообще здесь нет решения, у нас же переменные целы. Так еще хотя бы одна из них четная, то есть даже пара чисел 1-1, например, не подходит. Вновь неудач, нам-то нужно ровно четыре решения. Ну да ладно, попытаем счастье в третьем случае. Если начинка синуса принимает значение π на 2 плюс πs, то есть сама переменная k равна двойке да еще четырем s, то синус в квадрате дает единицу, а двойное неравенство принимает вот такое вот обличие. Выписываем решения и пересчитываем их по пальцам. Минус 2, 0, первое. 2, 0, второе. 0, минус 2, третье. И 0, 2, четвертое. Все, других решений не имеется. Да, это было круто! Ну что, осталось определить, какие значения параметра a мы пишем в ответ. Вместо k лепим то, что мы нашли третьим случаем. Так, 1,4 плюс 2 — это у нас, ммм, 9 четвертых. Значит, a равно 9 четвертым плюс 4s, где s не какое-нибудь там закомплексованное неполное число, а целое, так сказать. Если будут вопросы по задаче, смело пишите в комментарии. Ну а все, кто одолел этот разбор, молодцы! Если видео понравилось, подпишитесь на канал, будем заниматься математикой!